Застряли в пещере еще на несколько месяцев тайских футболистов и их тренеров, которые 10 дней провели под землей, пока не могут вывести на поверхность. Что мешает спасательной операции и какова дальнейшая судьба ребят, выясняла Светлана Чернецкая. Здесь темно, влажно и жарко. В пещере Тхамлуанг на севере Таиланда футбольная команда провела уже 10 суток, не отличая день от ночи и без куска хлеба. Они истощены физически и морально. Ребятам от 11 до 16 лет, их тренеру 25. Сколько вас? 13. Чудесно, многие идут вслед за нами, чтобы вас спасти. Вы очень сильные, продержались 10 дней. Настоящими героями дня стали два британских спасателя. Им удалось добраться до мальчишек, несмотря на воду и грязь, которые заблокировали выходы из тоннеля. Здесь, в Британии, пристально следят за развитием истории и очень гордятся своими дайверами. Джон Валантен и Ричард Стантен известны на весь мир и их специально вызвали в Таиланд ради спасения мальчишек. Британцы хорошо знают пещеру, где застряли парни и все ее ответвления, которые тянутся на 5 километров. На счету дайверов есть успешные операции по спасению во Франции и Мексике. Из пещеры постоянно выкачивает воду. Впрочем, в стране сейчас сезон муссонных дождей, и тоннель будет затапливать и дальше. Поэтому вполне вероятно, что детям придется ждать до октября, когда дожди прекратятся и уровень воды снизится. Еще один вариант спасения гораздо более рискованный – научить детей дайвингу. Сейчас никто из ребят не умеет ни нырять, ни даже плавать. Я хочу поблагодарить всех иностранцев, которые приехали нам помочь. Мы бы не добились успеха, если бы не совместные усилия. Люди помогают всем, чем только могут. Теперь парней не оставляют самих. Два врача-волонтера согласились остаться под землей, чтобы присматривать за детьми. Им уже доставили запасы еды на 4 месяца вперед. Планируют также провести электричество и телефонную линию, чтобы ребята смогли побеседовать с родителями. Их родственники все эти дни находились у пещеры с надеждой на чудо. И дождались его, несмотря на ничтожные шансы. Я ждала своего сына так долго. Я так рада. Первое, что сделаю – обниму его. В пещеру Тхам-Луанг ребята приехали на велосипедах после тренировки. Экскурсия должна была стать частью празднования дня рождения. Но дожди затопили выход и заставили детей пройти 4 километра вглубь, пока им придется и дальше сидеть под землей. Специалисты обещают в ближайшее время определиться со стратегией спасения. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности – Британское бюро телеканала «Интер». Британское бюро телеканала «Интер».